Всем здорова, меня зовут Максим. Сегодня у меня в гостях мой тезка с канала Павловшки под пивас. Ты за вас. Как он называется, вся здорова. Какими судьбами в Санкт-Петербурге ты? Ну, на самом деле, приехал попить пиво. Мало того, что вот это пиво, да и в принципе, почему бы в этот прекрасный город не приехать, мне кажется. На самом деле, этот видос у нас случится раньше, но Питер коварный город, и меня немного он затянул, поэтому, в принципе, по моему уставшему лицу можно понять, что время я хорошо проводил. А ты сам откуда? Ну, сейчас вообще живу в Москве, а сам родом из Самары. А я сам родом из Уфы. Ну, удобно вам, получается, вы с Андрюхой постоянно коллабом мутите? Ну, да, да. Так что, да, у нас сегодня тоже коллаб. Сегодня будем пить пиво от Василия Островской пивоварни. Давно я уже и сам хотел этим делом заняться, но пива довольно-таки у них много, и в одно лицо это просто нереально. Да, я уже сказал два лица, пока слова представляю, как это возможно. Но, тем не менее, мы постараемся. Видос будет разбить на две части. Первая часть на моем канале, вторая часть на канале Максима. Ссылочка будет в описании. Ну, я думаю, не будем затягивать, потому что, очевидно, это и так долго времени займет у нас, поэтому сразу начнем. Опять-таки, тоже нет смысла, я думаю, сейчас начислять все пиво на 10. Просто по факту будем пить и рассказывать. Ну, и начнем мы, наверное, ну, очевидно, с нулевочки. Да. И Пашечка безалкогольная, 35, IBU. Состав, вода, сок ячмена, сок пшеничный, хмель, но ничего интересного, вода от розлива, 9 октября. А какой хмель не написано? Не, да, наверное, нет, да. Я помню, это пиво стояло, как минимум, по-моему, в ленте, я его видел, и, ну, короче, он в каких-то гипердожаре был. Да, да, да. Кстати, написано хмель цитра просто. А, не увидел. Даже описание на бутылочке есть. Безалкогольное пиво для любителей горьких и охмеленных сортов. Пиво производится с использованием инновационного штамма дрожжей, благодаря чему получается пиво с очень низким содержанием алкоголя. Добавление хмелевой пыльцы, лупулина, ничего себе, позволило добиться достаточно интенсивного, но деликатного хмелевого аромата. Нифига себе, даже с лупулином, ну да, кстати говоря, плавает какая-то шляпа. Кстати говоря, ну что, уберем, наверное, все лишнее со стола. Ну, давай, да. Это было, наверное, сразу озвучить. Кого? Цену? Да, ну и вообще, в целом, насколько вышло. А, закуп? Ну, закуп на почти, ну, 2 900, у тебя вышло, закуп. А это и Пашка стоит конкретно, чего, блядь, что-то 130 рублей. Что-то 130? Да, мне кажется, дорого очень. Ничего себе. Я, честно говоря, не ожидал. Но это что-то очень дорого, реально. Мне кажется, когда я видел ее в этих гиперах, она была, ну, что-то, по-моему, в пределах сводки уж точно. Ты не пил в этих гиперах? Нет, я от них вообще не дофига пил. Аромат странноватый. Что довольно странно, что ты ничего не пил от Василия Строцкого, учитывая, что ты... Да, я буквально разок на концерте каком-то пила, какую-то их разливуху, ну, скорее всего... Это Васька было, скорее всего. Скорее всего, да, да. И мне на тот момент не понравилось. А потом я просто берег для обзорчика все это дело. Не, на самом деле, мне тоже интересно было записать именно на Василия Строцкого, мне кажется. Ну, тем более, учитывая то, что я сейчас в Питере, мне кажется, Питер и Василия Строцкого... Ну, наверное, Василия Строцкого, я в Брю, наверное, во-первых, приходит в голову, наверное, по-моему, что просто пил и пиццер. Винайдберг. Ну, я, кстати, пахнет ничего. Пахнет ничего. Вообще, даже без полу, визуально. Визуально, интересно, такое светлое, мутное, интересное. Нет, на самом деле, аромат вообще охуенный. То есть, я прям даже удивлен, мне кажется, это вообще, наверное, самая ароматная безалкогольная пашка, которую я провал. Я, правда, не помню, когда я последний раз вообще пил, ну, например, ту же самую Горьковскую, которая там, как это называется, Зебра, что ли. Ну, короче, где Зебра нарисован? 0.33. Ну, давай, что, попробуем уже. Ну, горечь какая-то есть, в принципе. Ну, что-то у нее какой-то привкус, не могу понять. После обычной Васьки. Супер пусто. Да, ну да, мы еще, точнее, перед начнем видоса выпили Ваську, обычную светлую, которая, кстати, отстойная, как мне показалось. И забавно, что Васька стоит 85 рублей, а вот эта стоит 130. Не, ну, за 130 рублей я вот это не взял, точно, например, ту же самую Горьковскую. Для меня, наверное, голокчей был бы. Я ебашку только Волковскую пил, безалкогольную. Горьковскую? Волковскую. Волковская безалкогольная пашка? Так где я нашел? Круга сутки. Я очень, я... Пару лет назад я не видел, упал. Но все равно, я не особо люблю безалкашки, я их практически не пью. Но они пустые, ну, прям лепец. Плотности вообще ноль. Нет, это да, на самом деле, это не самая плохая уж, прям, наверное, безалкогольное пиво, потому что если сравнить с какими-то, я не знаю. Ну, вообще, на самом деле, меня безалкогольное пиво, если оно не охмелённое, это вообще бред. Потому что ты пьёшь как-то салатку, блядь, воду из, там, не знаю, как будто из соломы какой-то. А в принципе, я хмелённое ещё можно пить, но не за 130, я бы не рискнул-то второй раз брать. Вообще, конечно, да, неполный кал, но аверпрайсин-то. Ну, вкус такой, ну, оно чуть-чуть кислененькое, не в плане того, что протишь, а чуть-чуть кастинка в нём есть. Есть, да. На самом деле, сладость тоже никуда не ушла, которая типична для безалкогольных пивасов. Мне всё-таки кажется, что какими-то атохсаками воняет. А так, наверное, отдаёт этот, ну, видимо, цитры отдаёт этим, как кошачьим лотком. Да, твой обзор, вспоминаю, с Андрюхой тоже приходит пиво-то, не варим. Да, я почему-то не один раз говорю, а он почему-то не понимает, он не чувствует. Я не знаю, может, потому что у него кошачий лоток дома находится, и ему поэтому, как бы, не улавливает запах. Не, есть, есть. Как будто просто насрали в стакан. Не, это, кстати, ещё ничего пахнет, но вот некоторые пиво-сакромпизица дают. Мочей. Да не знаю, что-то даже есть смысл, что это пиво-сакромпизица. Ещё впереди столько прекрасного надеясь пива, что... В принципе, не взять, но давай чекнем тапок. Хочешь, что-то, обычно, всегда этим занимаюсь этим. Это очень важно. Да. Как его убить? Интересно. А, это же, ты же можешь по штрих-коду, нет? Да? Ты что, не знаешь? По-моему, самая главная фишка, вообще, тапка, на самом деле. Вон, нашёл. Вот, там, оценочка у неё 3.33. Но описание, в принципе, то же самое, что и... На бутылке. Ну, кстати, пиво ещё в октябре, по-роду-то? А, ещё год с у него срок годности получается. Нехило, на самом деле. Ну, мне кажется, это из-за лупулина такая цена. Да? Ну, это, по-моему, довольно-таки сложный технологический процесс. Кстати, ещё 0,45. Да. Мы туда вообще-то. У них в 2005 и 0,45 вот странно на самом деле. У них на самом деле очень странно. Это бутылки-то вообще, я просто не понимаю, они же все на одном заводе варятся, но по-любому. Ну, вроде когда. И идти же на Курлянской. И просто теряем странно, да. Почему у них столько варятся разных бутылок, мне кажется. Вот то, что она сейчас стоит, ну, сейчас она на полу стоит, а так, мне кажется, бутылок разных 4, наверное, вариант или 5, даже вообще. Я буквально, когда пошёл за этим пивом, узнал, что оно варится не на Васильевском острове, а на Курлянце, что это странно. Ну, наверное, не знаю, возможно, какая-то историческая справка есть, конечно. Может, изначально оно на Васильевском острове было, с 2002 года варится. В общем, это уже дело истории. Двигаемся дальше? Да, давай будем. Далее внезапно будем пить сидор, лимон, гранат. 4,7 алкоголя. Есть уже пол-литровая бутылка, тоже есть описание. Освежающий напиток, в основе которого яблочный сок, сброшенный винными дрожжами, с добавлением соков лимона и граната. Лёгкий напиток обладает сбалансированным сочетанием сладости и фруктовой кислотности. Винные дрожжи. Не, на самом деле, звучит даже как будто круто. Ну, тебе, кстати, смотри, налита прям скринь. Вообще, прям вообще просто. Да, 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 щедро от души. А по составу вода, сок яблочный, сок граната, сок лимона и винные дрожжи. Да, вообще неплохо. Те, наверное, звучит очень даже неплохо. У них ещё буквально недавно ещё вышли сидры с крыжовником, короче. И второй, не помню с чем, но, к сожалению, я вот хотел попробовать, в магазине не было. Но я думал вообще поехать сначала прям к ним в фио-варнюю, я думал, что у них там фирменный магазин. Ну, вроде как есть, но оказывается, что разницы нет. Ассортимент там 8 минут тот же самый, что и во всех. Мне вот повезло то, что у меня рядом, на районе оказался их магазин. Причём, когда первый день я пошёл, он был закрыт к чему-то, хотя нигде никаких объявлений не было. Алкашка 470, ты сказал? Угу. О, пахнет прям винишком. А я что-то, что-то я какого-то очень-очень чувствую. Афигеться. А, слушай, да, нифига себе, да, слушай, прям вино кого-то. Внезапно, что по цене? В общем, белое вино такое. Я не со у них разбираюсь, но да. Слушай, а почему так? Ну, вот, измечет, дрожжей, почему так сильно перебивает вообще тот день, что не ремонт, что там ещё? Гранат. А. Ну, гранат здесь, походу, только в цвет ушёл. 166 рублей. Ну, даже не знаю. Ну, смотря, какой он будет, если он будет хороший. Ебать, это вино. Нихуя себе. Это чисто вино. Ну, это интересно. Это, на самом деле, это очень интересно. Я вот, ну, Сидоров, ну, по крайней мере, дорогие я не пил, но бюджетные, но не фанат. Ну, это, конечно, интересно. Это, на самом деле, очень интересно. Не могу сказать, что мне это нравится или не нравится, потому что я, ну, Сидоров не фанат тоже. Ну, вот, попробовать купить это прикольно. Я бы сказал, что 160 рублей это стоит, вроде того, чтобы, ну, попробовать вообще для себя. Оно, конечно, сладкое. Ну, я бы это сравнил. Это, конечно, очень грубое сравнение с фламандским элем. С каким-то. Ну, тоже есть оттенок вот этой винный. Из того, что выдержано. Ну, я понял, да. Ну, все-таки... Отдаленно, отдаленно, конечно, очень отдаленно. Ну, вот и благодаря винным дрожжам. Не, на самом деле, это очень прикольно. Я прям удивлен. Это реально... Ну, как минимум, это интересно. Ну, сладенько. Да, прям довольно сладенько. Гранаты я что-то здесь вообще не укупаю. Ты укупаешь? У нас вообще нет. Я прям пью кого-то просто вино. По факту. Что там, лимон еще даже был? Угу. Ну, я ничего из этого на самом деле не чувствую. Ну, я чувствую как бы яблоко и вино. Ну, а вот эти вот добавки. Лимончик прям чуть-чуть прям вообще минимально. Ну, я не знаю. Даже кислинка-то не от лимона, а даже обычного того самого яблока. Такая вот... Слушай, ну, прикольно. Я вот эту... Ну, не знаю. Оценку ставить, кстати, что-то на тапке будет. А, давай, просто это, отсканируй. Зайди в поиск. Молодец. А, бля, он не нашел. Понятно. Я бы поставил оценку из 10. Да, блин, наверное, 7 я бы поставил. Это реально прикольно. И, кстати, учитывая, что ты пьешь кого-то винчика, тут всего меньше 5 градусов, это даже... Это, походу, тоже новинка, потому что у него еще оценки даже нет. А, нихера себе. 8 чекинов. А, 20,5? А, 11 месяца. Странно, очень мало чекинов. А, нет, стоп, это не новинка. Первый чекин 21 мая 23-го года. Просто не твоего, почему-то не чекинят. Странно. Не, а это интересный продукт. Жалко, что он, скажем так, популярный, что ли. Ты бы сколько оценок поставил? Да, по-десятибалльный, наверное, где-то 6. Да, не все равно кайфово. Ну, из того что сладкое, просто не то, что мне не нравится, а, то есть вот именно что мне не нравится, не стал бы, что это что-то плохое, но просто я бы не улетел с таким. Не, это да, был бы вот он, на самом деле, 1,5, да, по-часу бы, уголовок, если бы был бы 0,33, был бы, наверное, в самый раз. Ну, не знаю, он может просто трюбить сладкое просто, мне бы, наверное, жёлтый сладкое было бы, вот это полностью. Я, в принципе, сейчас это уже пью, и так будет, чувствую, что вы чистоте сладкое, жалко, что он не сухой, да. Можете подружке своей взять. Или не своей. Ну, что ж, неплохо, поехали дальше. Дальше предлагаю пилс заценить. Не знаю, конечно, как это будет после сладкого. 5 алкоголя, 0,45 объём. Здесь что-то всё не на русском. На самом деле, вот ты сказал, купить пилс, я даже не понял сначала, из-за этого, что здесь хоть стены нарисованы. Я думал, что это какой-то фармхаус. Ага. Что-то из пшенички. Ну, пшеничник, ты не знаю. По итогу, солодный вичменный, хмель, дрожжи. Вот, вот, описание. Классический немецкий пилснер, яркого соломенного цвета, с алигантным ароматом континентального хмеля. Вкус чистый, округлый, солодовый, содержанный семеневой горечью в послевкусии. Дата розлива 21 октября. Ну, короче, вот эти у меня стойки сена. Ну, да, салон, фармхаус, реально. А что там в составе в итоге? Из того же. Да, ничего, саднарт, ничменный солод. Ну, а почему он так называется-то, Вальцом Фельд? Да. Фельд. Кстати, в натуре название желается. Да, я против этой стороны. Интересно. Может быть, тапок нам как-то поможет. Мне, кстати, не нравится, что у них не брендированные эти крышки вообще никак. А, у них брендированные тапки? Да, я люблю. Раз через раз. По стоимости 99 рублей. А, я тоже налил. Кстати говоря, я ведь хотел в тапки найти. Собственно стоит? 99. 90. Извините, 99? Что-то дешево. Оценочка в Антабте 3,18. Это у них описание на английском. Чего хуйня. Вся этикетка, описание, это вообще для кого варится. А зачем реально? Причем описание то же самое, что и здесь, только на английском. Ну, то есть, ничего никак не поясняется, почему название Вальцом. Почему стоги сена? Tradition, топ-коли, тет, юн, хуй знает. Кто-то из друзей ценил на двоечку. Да? Ну, не знаю, честно, еще цена в 10-9 времени смущает в плохую сторону сейчас. Я бы мог предположить, что типа это косяк, то что в составе написано ячмейно, потому что Волковская такая же тема есть, у них white ipa, у них написано на ячмейный салт, хотя по факту там пшеничный. Но это не мученичный салт. Да, тут. Ну, в принципе, довольно идеально даже фильтрованная. Да, что-то слабо пахнет вообще. Как-то особо. Оно даже, по-моему, пахнет меньше, чем в Ваське, которому мы пили до видоса. Да. Да вообще почти ничего не пахнет. Ой. Какой-то привкус ябанский. Я такое пиво пью редко. Все, что могу сказать, это пиво. Такое редко, как пиво. А, так мы уже говорим, что ты не пьешь обычно пиво можешь есть. Ну, это даже на пиво сейчас не особо похоже. И вообще, как бы, супер странный продукт на немецком языке, с какой-то пшеницей, который не в составе... Не знаю, вы считаете, это 0,5, кстати? А, это 450. Странный пиво. Ну, я бы Балтику-тройку взял. Я не вижу смысла переплачивать. В два раза ничего такого в этом пиво нет. Не, на самом деле, пиво, оно без дефектов, например, вот, все же самое, Васька, сравнить, там мне не понравилось. Например, там, на рынку это дешевый разливайка отдавала тот, в принципе, чистый пиво, но это не похоже на пиво, прям на мой вкус. Горечь здесь какая-то немного странная, и привкус я даже не могу понять, чего. Типа, вот, горечь именно, чего тут еще раз? Да ничего здесь такого, хрен знает. Тут кого-то состав, блин, не знаю, не такой, вообще какой-то странный пиво, честно говоря. За 99 рублей, может быть, еще имеет, как-то, не знаю, смысл его попробовать, потому что, в принципе, цена-то, ну, доступная. Ну, на мой взгляд, пиво, это стиль, ну, не такой, по крайней мере, в таком ценовом сегменте, который, типа, для дегустации, типа, о, там, кайфануть. Ну, пиво, это просто пить и пить, по факту, да. Ну, реально, смысл брать за сотку, это. Ну, чисто, вот, разок ради, если кому-то здесь любопытно, это выпить как бы можно. Ну, сидор на ногу любопытни, например, нет, ну, да, но это разная целевая аудитория, мне кажется, с точки зрения попробовать интересного, это пиво, это не смысл интересно, пробовать, ну, вот я не знаю, сравним с хаморниками Пизинской, они, по-моему, выносят, вот это, и там, в принципе, они стоят почти в два раза дешево, но, пиво, ну, она, проходной, она, нехорошая, неплохая, просто проходной пиво. Честно говоря, я ждал даже худшего. Двигаемся дальше, дальше будем пить Васикову черное, то, что вы уже пробовали с Андреем 033, темно-нефильтрованное 045, я помню, что у вас там оно было такое какое-то молочное. Оно не то, что молочное, ну, с ним будет что-то не так, оно заражено было, короче, во-первых, когда ее мы открывали, оно дико пенило, газировал, точнее, потом, когда оно что-то стояло на столе, мы думаем, что за хуня, это звук вообще, а там, или какой-то ультразвук был. Вот, на самом деле, очень интересно попросить, блин, жалко, ну, я сейчас, конечно, не вспомню, но, типа, партия. Ну, здесь 4 декабря, оно свежее, скорее всего. Ну, это же, да, уже другое, ну, вот интересно. 4,2 алкоголя, а здесь уже описания нет, никакого, а, нет, есть просто, но в другом месте. Темный лагер имеет мягкий вкус карамельного сода и тонкий аромат хлебной корочки. Состав вода, соул кичмены, соул джонны, концентрат квасного суслах или продукты дожжек пивные. Ну, кстати, да, концентрат квасного сусла, я обратил внимание на ваш взгляд, я вообще не ожидал, конечно. Да, ну, кстати, вот у нее брендированная крышка, странная, вообще. Тебе не нужна крышка, кстати, есть? Да, кстати, можно, но просто у меня странно, что это пиво одно из самых дешевых, а у него брендированная крышка, она стоит 85 рублей. Это, наверное, сам дешевый пиво из того, что у нас будет сегодня. Ой, страшно, мне это не надо пить, естественно. Не, ну, уже видно, что оно не такое. Да, не пейненький. Да, не такой такой был у нас. Но я ожидание от него, что это будет что-то похоже на козел тёмное, на самом деле, почему-то. Я так понимаю, что это для тех, кто, типа, любит такое тёмненькое, но не в плане типа стаутпорта, а чтобы сладенькое было, типа. Поэтому и квасной суслу. Что это, по-фабору? Тёмный лагер, да. Наверное. Ну, учитывая, что это с квасным суслом, это я вообще не знаю, что это такое-то эксперимент. Тёмный лагер, да, ну, на цвет, ну, на спине, ну, что? А, аромат. Ой, что-то, вот-вот, что-то знаешь, очень похожий. Блядь. Ну, кстати, на самом деле, не так плохо. Всё-таки здесь ещё и... Ну, он такой сладкий-то реально кваском отдаёт. Ну, ничего, жёлого. Ну, мне немножко мишем оно отдаётся, нет? Как будто. Ну, оно, конечно, не столько плохо пахнет, как... В тот раз пахло, ну, не знаю. Возможно, но мне кажется, что это за сусло. Чувствуется жёнка, ну, такая умеренная. Ну, скажу сразу, это не так плохо, как было с тем пивом. Она была реально, видимо, заражённая. Тут ещё это реально похоже на нормальное пиво. Мне, на самом деле, какой-то сладости отдаёт. Ну, ну, это не похоже на какой-то тёмный. На самом деле, даже какой-то тёмный, мне кажется, боль какой-то жжёный. У меня там есть какие-то такие тона. А тут... Ну, есть какая-то горчинка, которая похожа на шоколад, что я не знаю, на тёмный. А потом... Потом, скорее, какая-то сладость у меня появляется. У тебя нет? Ну, да, оно такое сладковатое, слегка есть такой момент. Ну, кстати, блин, я не знаю, тебе как вообще в целом. Ну, я бы такой не пил. Ну, да, я бы такой, конечно, тоже не пил. Я бы, если захотел, я просто себе стал такой-нибудь взял. Ну, да. Ну, тёмного ера я не фанат. Не знаю. Ну, с другой стороны, 85 рублей, наверное, кого-то он всё-таки находит, кто... Блин, не знаю. Козел или этот? Я, кстати, козел и тёмный вообще что-то на нивиде в магазине пропал случайно. Но, опять-таки, вот это получается... Раньше была чисто на розыгры, да? Их линейка, которая началась. Это получается типа вот в клубе каком-нибудь гемпатически тёмное, вот на кране светлое, тёмное, пшеничное. Ну, в клубе бахнуть нормально, наверное. Блин, у него даже пенка такая, как будто бы это квасная пена. Кстати, да, правильно. Есть такое. Ты чёрт знает, я даже что-то в клубе сложно себе представляю ситуацию, когда я захотел вот это пиво спрятать. Ну, это чисто, ну, кто тёмное любит. Но, опять-таки, ни туда, ни сюда, как будто бы. Это не жигули барное, которое тёмное, как называется? Бархатное, по-моему. Или, блин. Да-да-да, бархатное. Оно пободрее, мне кажется. Да, оно пободрее, абсолютно точно. Но, что я могу сказать, вот этот... Чёрное ведь тёмное называется? Чёрное. Чёрное, короче, лучше, чем то, что мы передо видосы, белое, светлое, короче. То мне вообще не понравилось. Это, в принципе, ещё... Ну, в принципе, оно без дефектов, просто одно, какой-то не особо интересное и насыщенное. Всё, с другой стороны, что я вообще ожидаю от пива за 85 рублей. Оценочка у него 3.06. По-моему, это меньше, чем всё, что было до этого, нет? Не помню. Или там, наверное, как сказать, скинули оценку у партии, которая была у нас. Я ему поставил, по-моему, 0.25 или что-то такое. Потому что многие люди понабрали. Короче, мне кажется, особо интересно то, что они это начали делать в бутылках. Эта линейка не представляет. В принципе, что я пил рыжее, что вот сверху, а что тёмное, хер не знает. Это даже не проходное пиво. Я, наверное, поставил бы 5, потому что, наверное, просто средний пивас. Чуть интереснее, пилс или вот это? Не то, не то? Не то, не то. Однокрустный. Мог сам досугас. Ну, мы начали с того, в принципе, с классики. Ну, я имею в виду, с такого довольно примитивного пиваса. Я думаю, дальше будет что-то поинтереснее. Хотя, на самом деле, сидр меня более чем удивил. Сидр прям пока вытянул. Да, реально. Топ. Топ контент. Контента. Поехали дальше? Да. Ого. Далее будем пить Tea Pale Ale. Flavorate with Green Tea Mouthint Leaves. Для русскоязычной аудитории это бледный эль с чаем. Четыре-пять алкоголя, пятнадцать плотности, двадцать с IBU. Кстати, двадцать и бью. Я же тебе говорю, да, что я пивас пил на фестивале. В Москве корабль дупо когда проходил, мне он, кстати, понравился. Но я читаю, ты говоришь, двадцать и бью, и вот там, тут вообще никакой горечи. Ну, то, что я пиваю, вообще никакой горечи не был. По описанию, это у нас светлый эль, выдержанный на листьях зеленого чая. Мауфенк с добавлением бергамота и сока лимона. Прям реально чай. Еще и выдержанный. Да, да, да. А где они его, интересно, выдерживают? В химкостях. Получился летний напиток с оттенками зеленого чая во вкусе, легкой тонинностью и освежающими нотами лимонного вкуса. Нет, но заявка на самом деле интересная. Нет, правда, мне это очень удивило, в том плане, как ты читаешь, как это звучит, так это по факту и на самом деле является то, что очень такой. А ты когда его пробовал, примерно? Ну, когда, правда, побыл, я вообще-то не по в ноябре, что ли, он проходил. Это, скорее всего, та же самая, наверное, партия, потому что 29 сентября, дата розового, только розовый, там, бутылку. Состав вода, соль ячменный, соль пшеничный, соль овсяный, глюкозно-фруктозный сироп, сок лимона, бергамотные продукты, пивные дрожжи, чтобы она все есть. А ты за чай шаришь? Нет, без пакетика. Ну, просто тут мало-малтинка, или как там, я вообще-то раз уж такой вообще, честно. Мне вот интересно, на самом деле, нравится такое сочетание. У некоторых получается неплохо с чаем, пиво. Собьёшься, с удовольствием выпить, если он такой же, как на фесте. Так, а что это, нет? Так, сто... А, две сотки стоит. Ну, боже. Забавно, тут у тебя в чеке, блядь, почти 20 пивасов и один пакет. Это как вообще, возможно? Это было испытание. Блин, а две сотки, на самом деле, это дорого. Ну, вот так вот, чисто, если абстрагироваться от того, какое-то пиво, для Василия Островской. Это 0,45. А, не, 0,5. Вот. В чём логика? Почему 0,5, 0,45, я понимаю, там кто-то переходит в 0,45, ну типа тара там меняется, а у них есть и это, и это. Да, 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 да. Может быть, как-то по срокам, вот это 10 ноября, не срок было, 0,5. Да нет, в ноябре в Лиле всё ещё в 0,5. Просто непонятно, в какой смысл так заморачиваться, в принципе, форм-факторов этих бутылок абсолютно одинаковый, просто размер поменьше. Странно. Чуть пена вообще жёсткая, да? Да. Как Ферри, на самом деле. Ну, визуально, как МЕ какая-то. Ну, да, и знаешь, как-то зелёный чай переварили, может быть, как-то что-то такое, есть какие-то у меня ассоциации. Ну, в целом, да, больше похоже на какой-то МЕ. Ну, на плохую МЕ, наверное. Молочный. Осадка нет, кстати, ничего? Нет. Я думала, что осадок это просто такой слокан принято. В ТАПКе, кстати, оценочка 3,46 у этого напитка. У нас есть моя оценка, скорее всего, вот у друзей, пацаны. Да. Чё я поставил? 325. Лимон в теле, бергамот и чай в конце, газов нет. В газах нет, насчёт у нас, наоборот, училась. А, да, кстати, вспоминал, ну, вообще, мне карбонизированный, просто пил, кладовый вероятный чай. Ну, в аромате, пути через пену, это уже вот то же самое кислинку, как лимон, я чувствую. Лимон стопудово, да. И, может быть, немного вот, как стал сам бергамот, ну, да, 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 да. Чаем, чаем пахнет, чай, дырянь, чай с тимоном, пивом вообще не пахнет. Ну, да, пивом вообще абсолютно пахнет. Ну, слушай, кстати, тебе не кажется, что, наверное, газов в самом пиве-то нету? Ну, вот само тело, на какой-то безгазированное, опять же. Я не могу, мне этот вкус, я не могу думать ни о чем, ни о газах, ни о чем, ни о чем, ни о вкусах. Просто мне сейчас не понравилось, что-то, это жесть. Ну, не в том плане, что кал, а в том плане, что ты какой-то овощи безумный сумасшедший эксперимент. Мне не очень понравилось, что я чувствую, ты химозный чай, знаешь, как липком какой-то, что-то такое. Знаешь, есть еще холодный чай, вот именно зеленый. Есть там, типа, в помнести, черный чай с персиком, есть вот зеленый чай с персиком, вот, в принципе, очень похожий. Что-то на фесте, как было другое. Единственное, что мне нравится, вот, напевать, что у тебя на языке в конце сюда, это вот именно какая-то такая от зеленого чая. Терпкости. Ну, да, да, да. Чуть, нет, что-то кал. Это по вкусу вообще больше на сидор похоже, а это сладкое. Это сладкое и неприятно, кисло, на самом деле, одновременно как-то. Это было бы это по суше, взяли бы они другую чай, натриального, вот, бергамот. Да. Лучше бы я какому-нибудь мачо с бабахами, слушая бы пободрее нарезать. Кстати, на все степи, тоже пиво с мальчиком какой-то. Это странно. Да, очень. Я изменю свою цель. Ну, это для тех, кто любит очень сладкий чай, прям ложек 5 стакан бахнуть. Но, самое главное, проблема пиваться, что он химозный. Но, может быть, по факту в составе нет ничего химозного, ну, на вкус это просто химозное, да. И это прям вообще все перебивает. И реально странно, вот, ты, ну, ты, ну, ты чувствуешь, как пьешь, я не приятно чувствую. А, блядь, пена была кого-то, я не знаю. Блядь, я, наверное, даже меньше среднего поставил, что-то вообще хренал да. Вот глюкозно-фруктозный сироп в составе, наверное, из-за него сладко, возможно, не было бы его, было бы, да, хотя не знаю, что было бы, если бы его не было, конечно. Было бы просто горький лимонный чай. Значит, даже не хочу это допивать. Да, я, наверное, не буду. Разочаровался, я вот это пиво как-то хотел попить прям сейчас. А я, смотрю, что допил. А я все допиваю. А, нифига, да, я не жалеешь ты себя. Вот, что, удобно. С одной стороны, конечно, хорошо, когда в банке, я уже, ну, блин, я одно время блюди вижен не пил, потому что они в бутылке лились. А с другой стороны, можно закрыть, в холодильник поставить и потом допить. А я, кстати, купил силиконовой крышкой для банок. Это на самом деле удобная тема. Чуть, что такая есть. Да, ну, я заказал на зоне, думаю, немного где есть, а она прям реально плотно так наседает, и можно, ну, кажется, так же спокойно. Да, закрытие оставить. Причем она рассчитана под формат 0,5, ну, а картовики же у нас любят уменьшать размеры. Ну, в принципе, она даже там 0,45, 0,44 она цепляла нормально держалась. Так что, ну, вообще, да, стекло, я не рублю стекло. Вообще. Да, и потом выбрасывать мусор, бутылок вносить придется. Ну, я вообще страшно писать, ты все это тащил, это просто жесть. Я еще думал взять такси, но жаб меня с души. Да, с другой стороны. Мы оставите настолько с души уже, что ты в один пакетик, а не три. Нет, в другом чеке просто я сначала... Да, не а потом что? Да, это, ну, потому что физически нужно внести. Мне кажется, что это будет пакет, значит, в баке раньше были такие огромные, синий пакет. Поэтому, конечно, даже в нем это тяжело было бы внести. Сначала взял два, потом подумал, нет, все-таки давай продавец мне третий. Потому что это будет как в один дом, когда у него пакетик продалось. Это было бы пиздец обидно. Ну, в общем, очень странное пиво. Кстати, здесь еще горечь 20. Ну, я говорю, здесь вообще никак нет. Она полностью потерялась за вкусом чая и лимона. Здесь сладости 20. Здесь вообще уж говорить о чем-то таком. Они бы на базе этого могли бы безалкогольно делать его, не был бы такой, типа... Как у Баласки есть, если у Амстова, знаешь, вот всякие там... Возможно, я бы ему и понравилось. А вот в формате пива, ну, странно, странно. Да. Разок. Двигаемся дальше. Да. Двигаемся дальше. И дальше у нас будет двойная ипаж. 6 алкоголя, 15,2 плотности, пол-литра, 80 АБЮ. И мы уже обсудили то, что 6 алкоголя для двойной аипашки. Как-то маловато. Я на самом деле случайно ее взял. Только благодаря тому, что продавец мне сказал, типа, возьмите двойную ипажку. Она была одна бутылка, владелец, в самом конце стояла. И вообще не было видно. А когда наружу-то? Случайно, нет. 29 сентября, по-моему, в тот же самый день, да, что и... Дабл ипо, пиво глубокого темного лентарного цвета, поражающее своей богатой хвойно-цитрусовой ароматикой и внушительной горечью 80 АБЮ. Но описание такое себе, подходит под 90% дабл ипажек. Ты не помнишь, сколько пиво стоит? Просто я все тебе скажу, мне кажется, что это удивительно тобой ипо за 130 рублей. Ну, это дороже, чем дабл по отгольке. Нет, ну это понятно. Это прям уж масс-маркета, это в принципе какое-то, я не знаю. Что ж, да, оно не хочет подкрываться, вроде не трясли. Да, что-то, ну... Вот у нас примерно с Васькой темным было, так... Ну, не знаю, 130 рублей, дабл ипо, Василия Островская и вот это. Меня уже как-то настораживает. Схуда. Но, в общем, ребята, вот, вы видите, что в стакане происходит. Кое-как это было налито. Ну, я не знаю, ты стоишь на монтаже или нет, как ты еще открывал. В смысле, то, что он еще гашит, и пошел к кратвине. Я тоже не знаю, поставлю меня. Не, ну, надо чем-нибудь, да, затоплить соты, апрельные, бутылочки. Ну, это все... Показатель. Да. Что у нас по составу? Вода, сол, течменный светлый, карамельный хмель, пивные дрожжи. В смысле, не карамельный хмель. Затем, я не удивлюсь, что будет карамельный хмель здесь, блядь, какой-то. Карамельный сал, чувствуется, вот, даже сквозь пену, прям, очень сильно. Не, наверное, карамельный сал. Ну, да, не фанат тоже. Пока, бедность, спадает. Ой, блядь. Руипа. Хуй знает. Ну, вот реально, какой-то, карамельный хмель, вот реально. Нет, да? Здесь вообще, не знаю. А где здесь вообще и пахнет хмель? Что-то мне напоминает какой-то ебанский пиво, не могу вспомнить, какое. А, это знаешь, что похоже, на похоже на, я пил пиво богемию, короче, аплотних. И вот это, блядь, чем-то таким же пахнет. Хуй знает, пойми, чем пахнет, никакого хмеля, просто какой-то... Ну, фу, блядь, это вообще отстойно. Тешо, по-моему, удивление оценочкой 342. Серьезно, это бы еще много. Это чуть ли не самого высокого оценения на пиво. Ну, 3 симплом было чего-то. Ну, я не знаю, мне привлезет страшный пить, что-то. Кстати, странно, что тут даже никакой хмель не расписано. Причем в безалкогольном расписан. Кстати говоря, да. Да, безалкогольном расписан. Ну, сейчас смотри, это же он, да? Вот, прям, то же самое место вот здесь должно быть, а здесь просто ничего нет. Ну, они, видимо, осознали, что они хмель полностью похоронили за этим солодом, карамельная лёжа. Но хорошо, что они это осознали, и, видимо, сделать цену сразу более-менее такую, что кто-то еще захочет это купить. Жесть, это пена. Да. Просто жесть какая-то. У тебя положит пену от какого-то лад или что-то типа такое, которые ложки, блин, уже есть. Да, ну, короче, не знаю, ты вот ждешь, чтобы можно понюхать, но, в принципе, даже нюхать особо нечего. Тут реально воняет просто карамельным солодом ноль. Ноль вообще хмеля очень ноль. Наверное, самый сладкий карамельный аромат у пива, который я до сих пор ощущал. И самая бесхмелевая в ароматике, и по которой вообще, наверное, я нюхал. Нет, твою мать. Ну, это прям плохо. Это печально. Ну, да. Это говно. Правда. Во-первых, я сейчас даже не хочу дальше спросить, потому что я говорю, что я не люблю карамельный солод, а здесь это просто, какого-то, я не знаю, его бахнули. Это двойной карамельный солод, это не WIP, это WIP, это W карамельный солод. Здесь чисто дохренище солод. А прикол в том-то, почему я взял, мне же его рекомендовал продавец. Возьмите нашу двойную ебашку, она такая интересная, такая классная. Короче, никакой-то PPSW и посоздать тем, что они дохуя наебашли карамельный солод, я не знаю даже. Тут, по-моему, 80 IBU, по-моему, еще, да? 80 IBU. 80 IBU. Это пиздец. Ну, здесь, дай бог, наверное, 7, что ли, я даже не знаю. В пиву, наверное, в том не очень хорошем, и там было больше горечи. Это смешно, конечно, но это провал. Нет, лучше бы он мне про это пиво не говорил. Нет, вот это про заправленный провал. Вот это, наверное, самый, ну, не знаю, что хуже, он или TPLL. Не знаю, для меня вот это хуже. Ну, да, потому что TPLL, это хотя бы, ну, что-то какой-то эксперимент, они там, типа, согласен, не играли, а здесь просто, в принципе, да, на самом деле голод, особо не нужно ломать, типа, взяла, сделала, как бы, двойного хмеления, там, и все, а, короче, как будто вы абсолютно не попадание в части, непонятно, что я не пытаюсь сделать, и вообще, каким образом. Горьковская епа, двойная, это вообще просто имба. Она хоть и сладкая, ну, а там реально хотя бы и парочка, ну, типа, она ближе к обычной парочке, да, 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 да. Хотя бы это можно вообще назвать и парочка, это, конечно, ни в каких условиях нельзя назвать и парочку. Респект продавцу, который посоветует это пиво, хорошее, хорошее может составить сразу мнение о Василии Астровской пива. Контент нам сделал, молодец. И последняя бутылка, его разбирают, видимо, всем рекомендуют. Да, да, да. И он, это с какой целью, чтобы люди больше не приходили в их магазин? Может, не укипай, именно поэтому пивасы, типа, нужно продать столько-то там за смену, или что-то типа такое. Быстрее хотят сбыть партию, наверное. Сбыть и забыть про это пиво, наверное. Интересно, это их более-менее постоянное пиво или нет? Да, интересно. А зачем ты это допиваешь, блин? Жалко тебя. Я пытаюсь понять, что они хотели до нас донести. Я не знаю, ничего, ну, вообще, какие-то комментарии, мне кажется, очень излишни. Если бы я это купил в баре, я бы настолько охуенно, я так расстроился, что мне вообще дали. Да, это абсолютно провал. Это даже не то, что дабл опой, это, в принципе, япония, стыль, наверное, называть, да, вообще абсолютно. Это какой-то ржаной лагерь пиво, как фото, ну, может, что-то такое, ну, да, здесь основного вкуса, даже, ну, вот, горечь тоже от жёнки какой-то. Худшее пиво Залубское. Да, повят, самая мразь, поехали дальше, не хотят чем-то смыть от вкуса за рта. Перебивать эту мерзкую горечь, мы будем перебивать мёдом, апельсин, вишня, 6 алкоголь, 17 плотности. Кстати, ну, плотность, как будто бы не так часто указывают на таких напитках. Ну, возможно. Черри я, конечно, люблю, даже есть описание. Медовуха, апельсин и вишня производятся из натурального мёда с добавлением пюре апельсина и сока вишни, сладкий и пряный напиток, напиток, сладкий и пряный напиток, напиток. А есть очень натуральный мёд, кстати, этот задумался, что значит натуральный мёд? Наверное, есть, искусственные пчёлы его делают, роботы, знаешь, дроны. Обладает ярким ароматом апельсина, согревающим алкоголем и приятным балансом цитрусовой кислинки и сладости. Датрозовый, 30 сентября. Сегодня у нас, кстати, 14 января, кому интересно. Состав вода, мёд, опять глюкозно-фруктозный сироп, апельсиновое пюре, пюрешки. Смотри, вишни, пивные дрожжи, пюрешка. Ну, посмотрим, что там будет в пюрешке. На состав вроде натуральный, но напиток-напиток, минимум, посмотрите. Напиток-напиток, да. Это странно. Должна быть плотненькая. Такие, кстати говоря, да, 17, ничего себе. Но у нас, наверное, как будто-то выглядит, я не могу сказать, что оно как плотно выглядит. У нас 1 033. Да, ты как очень по мёду? О, слушай, он плотненький, правда. Ну, мёд я люблю поболее, чем сидор, по крайней мере. Смотря какой. Вот у этого. Степь? Степь, на самом деле, редко пью, но они, конечно, молодцы. У диеты мне нравился мёд. Вот они просто офигенные. И мы будем делать такой мёд. Там смелкс лайк, мёд спирит называлась линейка. Ну, короче, вообще класс. Вчера хотел зайти в парочках, ты раз там был рядом. Ты, Бог, кстати, у меня не был. К сожалению. Почему-то. Да, ты живёшь в Питере и не был, ну, не знаю. Отмыть, я даже на самом деле, даже не знаю, где он находится. И, возможно, скоро с ним проходил. Ну, ты вообще в топромах был? Питерский каких-нибудь? А-то я беру. Да, я вот, когда только переехал в Питер, прямо в АФКе, постоянно, всё. Потом, ну, я осознал, что у меня не по карману. Что там, там тоже так же дорого? Да, вообще. Почему-то это вообще неадекватно. Я вот почему, поэтому я полюбил топром Газбрин, у меня здесь, ну, он очень близко, да. Нифига. И там, короче, когда только вот пару лет назад, у них всё пиво было по 250 рублей, абсолютно всё. Нормально очень. А с собой по 200. Да, сейчас уже у них немного поменялась политика, но тем не менее бюджетно. Но они продают, ну, короче, по честной цене своём топруме. Дешевле гораздо их пить у них, чем где-либо-то ни было. А вот АФК, их топрум при пивоварне, насколько от себя просто вообще сумасшедшим. Чё, 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 чё? О, я не помню, я говорю, года два, наверное, там уже не был. Раньше и на дни рождения я и несколько на лотомию не ходил, потому что нужно лет покупать. Так на все мероприятия я к ним ходил. Весел, конечно, был, но и далековато. Ну, вернёмся, наверное, к мёду. Давай, да. Ну, аромат, кстати, ну, сладенький. Вишневый с чем-то. Ну, сладкий, на самом деле. Да, да, да. Как по факту. Да. В целом, в принципе, запах норм. Можно, лимонадик. Ну, действительно плотный, где-то приятно. Да. Сладко, конечно. Да, безобразие. Очень сладко. Сладко, это пинец, как сладко. Ожидаемый, конечно. Ну, не знаю, я хотел... Это апельсинечка получить какую-нибудь, я не знаю. Цитрусу, вот эту горчинку, что-то типа такого. А, ну, здесь, видимо, пюре апельсина именно без цедры, поэтому горчинки нет. Чисто мякоть фруктов. Очень сладко. Это нереально сладко. Похоже, знаешь, на прям такой вишнёвый сок, как он называется. Который, знаешь, в таких... А, да. По-моему, 130 стоит у меня тут. За мной 53. Что-то дороговато, мне кажется, нет. Ну, не дешево, конечно, но это, по крайней мере, вкусно. Ну, вкусно. Конечно. Ну, вот на фоне, на контрасте с горькой и с этой пашкой противной, это слишком сильный контраст. Ну, я согласен, да. Но для меня это нереально сладко. Это просто жесть, как сладко. Мне кажется, это вот девушки мои понравилось. Да? Вот любят такие сладкие штуки. Блин, жестко. Ну, с другой стороны, хорошо, 0,33, потому что, если бы он на 5, это было бы неразумно вообще абсолютно. Блин, с другой стороны, он опять бы стоило почти 200. Ну, мне сейчас вообще не очень нравится вишня в алкогольных продуктах, она мне как-то немножко заебалась, честно. Здесь хоть как-то апельсин еще хоть как-то сглаживает, в принципе, поэтому ничего. Самого высокого оценки покажет и все, что было 3,89. Да, это прямо самая высокая. Ну, не знаю, заслуженный пик это или нет, но в целом особо удивление меня это не вызывает. Здесь, между прочим, 6 алкоголя. Ого, нифига. Ну, это реально, подружку набухать? Ну, да. Вообще, на самом деле, и сам набухаешься просто. Я, скорее, струбану от сладости прошу набухаешься. Так, есть такой момент. Там это поинтереснее, чем гараж какой-нибудь. Блин, осмотрелся вот в этот план. Сколько все дрил? А, все дрил, там меньше пятил, какой реп. Потому что, чем бы я бы напивал свою подружку? Да, я говорю, это очень коварная штука. Да, жестко на самом деле. Ну, наверное, башка от него будет больнеть, потом и самок такого не письма. Просто. Ну, вдруг, мне кажется, подружки хватит за это даже одной бутылочки. Ну, опять-таки, смотря какая у вас подружка, ваша подружка любит вот что-то вот такое. Задумайтесь. Ну, в общем, я этому меду ставлю лайк. Ты, я так понимаю. Да не дизлайк, например, вот я, почему-то, его хочу сравнить с сидром. Сидром мне намного больше понравился. Я понимаю, что это совершенно, наверное, разные вещи. Ну, это, видимо, от именно того, как воспринимаешь сладостный сок, тебе нравятся сладкие напитки. Не, ну, это нереально сладко. Ну, давай, это супер сладкий просто. Ну, помада качественно. Я не особый шарик за меды, но помада не было. Ну, это недостойность того, что я пил. Здесь по вкусу никаких абсолютно претензий нет. И плотненько все классно. Двигаемся дальше. Ну, и последнее пиво на сегодня. Наверное, не то чтобы на сегодня, но на моем канале, да, в этой части. Кабода Рога или Роса Кабдароса вроде как. Это у нас Strong Grey L. 10 алкоголя, 20 плотности, 11 IB. Это важно, ребята, это реально важно. Это точно стоит закончить эту часть. 27 мая, дата розлива, самая старая. Но я так понимаю, что это можно вообще эйджить, в принципе. Конечно, понтовая максимально. Интересно. Это опять же тоже на четвертый вид бутылки, который мы встретили. Крепкий эй, выдержанный 3 года в бочках из-под портвейна. Вот это, конечно, интересно. Портвейн я люблю. Получился сложный, многогранный напиток с ярко выраженным фруктовым вкусом, умеренным кислотностью и винным послевкусием. Чек ничего, надо по цене. Да, смотрел. Только я состав озвучиваю. Состав вода, солки-чмены, солки-кровельный хмель, пивные дрожжи. Ну, то есть, по сути, это реально просто обычное пиво, крепкое, которое выдержит его очень ничего в составе такого экстравагантного нет. Ну, стоит эти 240 рублей, по-моему, это очень доступно. Это очень дешево для заявленного. Да, для того, чтобы описано, да, я уж не знаю, как это написано. Да, по вкусу пока непонятно. Чего, устроимся небольшой праздник? Да. Вчера как раз был, старый Новый год. Ну, нет, неужели, оно ведь явно не должно быть. Да, я по-моему, тоже хотел сказать, что вряд ли. Вот тебе не получится его так разболтать, чтобы вылетело. Кстати, скринь, смотри, тоже на это пиздец. Там вся пробка, скорее всего, пропитывая. Да, конечно, они молодцы, не жалеют. Сейчас нас устроим сображ. Кстати, фирменная. Да, прикольно. Но она не стрельнула. А ну, вот это, конечно, стука, да, интересная для тех, кто коллекционирует. Я их раньше собирал, пока не переехал, потом все выкинул. Блин. Дорого-богато. Да, сзади. За 240 рублей такая упаковка. Да, что-то нереально. Интересно, где у них бочки там стоят? Где у них совесть? Выглядит реально как такой. Хорош, хорош. Ну, все, это... Десять раз все-таки. Это конечная. Да. Ну, 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 ну. Блин, потом-то просто хайп. Да, это, конечно, эстетическое наслаждение. Нет, ну, видно, конечно, что чуть-чуть оттенок дало, то, что оно в бочке стояло, легкие, такие, красновато-рыжеватые. Не, ну, оно прям видно, да, потому что это свой такой оттенок. На удивление, он не мутный, практически ничего такого. Я же, ты не знаю, хочешь? Понял. Болучий. Ромбочкой пахнет, да. Больше. Надеюсь, это будет вкусненько. Не думаю, что прям, ну, смотри, что, сейчас вкусненько. Ой, слушай. А, это неплохо. Да, мне нравится. Да. Слушай, это очень достойно. Обычно такие штуки здесь, что-то не пиво. Да нет, нормально. Рублей 600 стоит. Да, это очень неплохо, реально. Охрененно. 240 рублей, это просто имба. Последнее пиво и прям, да, успех. Я, на самом деле, только значит, думаю, что тут, возможно, от бутылки к бутылке может разные пиво получаться. Мне почему-то так кажется, что исключено. Не исключено, не исключено. Не, ну, это прям реально очень вкусно. Вот это мне самое вкусное пиво за сегодня. 240 рублей за эту часть. 240 рублей за выдержанное, три года в бочке спортпортвейна. Я отвечаю, была бы такая вот АФ, которая в 700 стоила. Это вообще доставлял. Не, вот это, блин, причем, что там, почти 200 рублей стоило. А, чай стоил 200 рублей. А это 240. Это вообще реально несерьезно. Охигеть. 10 градусов. Вы, во-первых, и накидаетесь, если вы такую цель, конечно, преследуете. И мне кажется, вы довольно цивилизованно накидаетесь. То есть, это очень приятно пить. Пей, не торопясь, спокойненько, блин, это балдеж. Я вот такое обожаю просто. Охигеться. Охигеться. Сидеть, очень подходит пивас. Сахместный гидорит, не знаю. Ты ножку смотришь, залипаешь. Немного вот так вот попиваешь. Или, причем, бывает, ну, тот же самый какой-нибудь имперец встал. Пьешь тоже, который, ну, цедить принято. И просто тяжело делать сполчьи и глотки, сразу по многу пить. А это пьется-то легко. Плюс он еще, ну, это сухой пивас. То есть, я сладости вообще не чувствую. Ну, на мой вкус. Ну, я не знаю, может мне, конечно, построение после медовухи уже. Скорее всего, после медовухи сладость. Все-таки есть коньяка. Мне какая-никакая есть. Не, ну, это очень вкусно, правда. Прям вот эти оттенки. Бартрейн, да-да-да, блин, и такая. Да, это просто. Я просто, что я не ожидал, что 40 рублей продавать. Просто после вот этого отношения к пиаловарне упало, а вот после этого... Вот если продавец вот это тебе рекомендовал. Да-да-да, он реально должен вот это всеми рекомендовать. Ну, знаешь, не, ну, конечно, не все. Не, да, не все поймут, как это, до этого нужно дойти. Ну, не, просто же вот рассказывай, не знаю, будет это тебе, как бы снять, что пацанята выбирает уже пивасики для дегустации. Вот, возможно, например, ну, просто акрандонно прийти купить, не значит, это за пиво, наверное, ты, скорее всего, расчариваешься. То есть, ты вот ищешь что-то такого, именно ты понимаешь, что это может себе представлять, но если ты купишь, я думаю, человек будет в восторге вообще абсолютно. Чего-то есть небольшую закусочку по типу, я почему-то оливки вот представляю, хорошо подозрелась или чем-нибудь такое, что-то не сладкое какое-нибудь такое. Да, блин, я прям все, у меня настроение улучшилось после этого пива. Я бы, наверное, 89 поставил. Да, согласен. Купи с ценой, это просто шок, правда. Ну, как можно варить одновременно и вот это, и вот это? Ну, как это так? Да, я согласен. Непонятно, к чему такой разброс вообще. Умеет ведь? Да. Могут, умеют. Практикуют. Ну, а самое интересное, реально, насколько качество сохраняется от бутылки к бутылке. Потому что все-таки, мне кажется, такие дикие истории, они, ну, стабильные. Ну, давай попробуем выставить рейтинг по традиции в конце, но, давайте так, получается, с какой стороны должен быть? Не знаю, с этой, кто я вообще в этом не разбираюсь. Но я думаю, это не так важно, мы же назовем, где что стоит. Блядь. Пытаюсь понять. Ксев, мне пошли не совмещать. С лево-направо, наверное. С моей стороны. С твоей стороны? А, нет, подожди, нет. Блин, не врезай вот эту хуйню. Мне кажется, это просто мы с тобой, знаешь, блядь, два просто уже напилидя. Не можно понять. С твоей стороны. Короче, ладно, будем считать, что вот здесь топ. Я отсюда будем двигаться. Но я думаю, что у нас сейчас сразу начнутся расхождения, потому что я... Дальше хочу поставить. Давай ты свою вешку вставишь. Дальше вот так. Я свою. Дальше вот так. Ну вот этот сразу можно поставить в конец рядом со мной. Дальше уже сложно на самом деле. Вот тут как бы... Так, сейчас разберемся. Это, Варе, странно. Ну, безалкогольный пашка явно было поинтереснее, чем нет. Не могу себе позволить поставить за микро. Ну, короче, тут безалкоголка. Так, это да. Вот так. Так, а где-то в итоге чая, ну да. Ну да, вот мой рейтинг таков. Мой, наверное, вот это я принял в местах. Или, ну блин, вот это у меня сейчас вообще не понравилось. У меня даже звукоколка, наверное, больше понравилось. Ну, кстати говоря, да, это возможно. Даже с ним. Не, ну вот это просто вообще вытер. Это... Ну, тут и два, наверное, вообще отстоя. Это просто вообще, ну, для меня не по полности. Я бы с тобой какие-то корички не согласился. Что именно? Вот это слишком мало. Да, это где-то вот здесь должно быть упасть вообще. Ну, наверное, примерно как-то так, на самом деле. Ну, на самом деле, это небольшая. Да, разница. Да, да. Сюда, понятно, что вот эти... Ну, короче, здесь где-то проходит та грань. Ну, я вот это, наверное, так вот ночное поставил. Ну, это, значит, да. Да, вот это я бы так поставил. И это что-то тоже на столько же херов. Ну, да, вот так. Ну, плюс я думаю, довольно очевидно на самом деле, когда он пире, начинали пить. Да. Ну, в общем, итог такой. Пивоварня неоднозначная. Она может удивлять. Да. Как хорошим сказать. Да, да, да. Так и в плохом. Очень интересно, на самом деле, что будет во втором обзоре, потому что там очень интересные сорта. Там вообще никакой не будет классики. Это, на самом деле, ребята, обязательно посмотрите. Я, на самом деле, даже завидую Максиму, что второй обзор будет у него на канале, потому что там будет самое интересное пиво, я отвечаю. Я надеюсь. Мне просто прям не терпится его все попробовать. Да, согласен. Обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Максима, подписывайтесь на наши соцсети. Ладно, я вот даже вот здесь, прям в моем лице, будет ссылка на мой телеграм-канал, чтобы вам было удобно подписаться, не пропускать все обновления. Я уже там даже анонсил этот выпуск, кладывал фотку всех этих 19 пивосов. Уже устрашающая фотка, на самом деле, когда видишь количество этого пива. Да, это, конечно, для слабонервных. Но мы не из таких. Мы серьезные контент-мейтеры, короче. Матерые. Да. В общем, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. До встречи в следующих видосах. Всем удачи. Покета.